8 июля 2020 года для Дагубовского, Лепейского и Латвийского сельскохозяйственного университетов теперь дата историческая. В минувшую среду в Елгове ректоры трех вузов подписали меморандум о создании консорциума, что позволит каждому из университетов в рамках предстоящей реформы высшего образования сохранить университетский статус. Сейчас начнется очень интенсивная работа и пересмотр тех направлений, в которых мы работаем. Разработать стратегию нужно до апреля следующего года. Университет в регионах со своим нахождением – это двигатель и науки, и культуры, и экономики, и в стратегическом развитии в целом. Следует отметить, что предложение о создании консорциума было поддержано Министерством образования и Министерством земледелия, которое непосредственно курирует работу Латвийского сельскохозяйственного университета. И, как отметила глава Минобразования Илга Шуплинска, создание консорциума – это первый реальный шаг в реализации реформы высшего образования. Создание консорциума открывает для трех вузов неограниченные возможности. Это использование учебных и научно-исследовательских баз друг друга, реализация совместных масштабных проектов и не только. У нас есть много точек соприкосновения, но, конечно, нужно будет пересмотреть особенно направленность научной деятельности, потому что акцент сейчас в науке – это перенос на экономику, на прикладные сферы тоже деятельности, то есть, чтобы наука была с применением. И действительно, и предприниматели, и учредители были в выгоде в сотрудничестве с нашими учеными. Для этого у нас все есть. Следует отметить, что консорциум предусматривает сохранение независимости каждого вуза. Таким образом, выпускники университетов по-прежнему будут получать диплом об окончании того или иного вуза. Кроме этого, финансирование Дагопольского, Лепейского и сельскохозяйственного университетов останется на прежнем уровне. Так, для Дагопольского университета оно составит 2 миллиона евро.